здравствуйте дорогие друзья продолжаем серию фильмов рассказывающих о тульском некрополе более года назад вышел фильм рассказывающий о всесвятском кладбище а сегодня у нас экскурсия по спасскому кладбищу города толы основная цель посещения старинных кладбищ это выявление самого раннего захоронения точнее его даты и отслеживание погребальной символики и типов надгробий по временным периодам напомню на всесвятском кладбище самое раннее захоронение которое нам удалось найти это захоронение 1806 года несмотря на то что по официальным данным там должны были быть захоронения 1700-х годов не говорю что их там нет вообще но найти нам их так и не удалось в том фильме многими зрителями было верно подмечено что христианская символика на захоронениях появляется лишь середина 19 века это важный момент который мы сейчас просто запомним также под фильмом про всесвятское кладбище были комментарии что мол эти кладбища только для знати или что у простых людей не хватало денег на каменное надгробие поэтому ставили деревянный крест который просто сгнил на это могу ответить что эти три кладбища всесвятское спаское и чулковское с самого основания позиционировались как кладбище для всех а не для избранных других кладбищ просто не было и потом наши предки всегда чтили своих предков вне зависимости от того какой памятник установлен и даже если никогда прапрабабок и прапрадедов не видели живыми то точно знали где их могилы и ухаживали за ними сгнившие кресты меняли на новые но чтобы оборвалась ниточка памяти родственники должны были перестать ходить на кладбище а для этого нужны очень веские причины про то что других кладбищ не было тут также нужно уточнить а для этого читаем краткую официальную историческую справку на территории тулы известны три старинных кладбища всесвятская спаская чулковская существовали действовали они 200 лет с 1771 вплоть до 1969 года чуть ли не всех жителей города умершие за это время похоронены на них возникли они по указу екатерины второй запретивший погребение возле церквей в границах города из-за разразившейся в москве чумы тулы была первым городом выполнившим императорский указ новые кладбище были основаны за чертой города того времени в августе 1772 года власти тулы выделили на зареченской оружейной стране место для кладбища оружейников первоначальный деревянный храм спаса на горе был построен на кладбище в 1772 1773 годах и освящен в честь нерукотворного образа христа в 1807 году вместо деревянной церкви воздвигнут каменный храм с двумя пределами захоронения на кладбище продолжались до 1960-х годов в настоящее время кладбище является закрытым храм работает и в наше время на спасском кладбище находится нагробные памятники 18 19 веков высокой исторической и художественной ценности захоронение завода владельцев купцов лялиных баташовых и семьи основателя самоварного дела в туле федора ивановича лисицына конец краткой официальной исторической справки тут еще хочу добавить что на старых картах отмечен рост кладбища так например на карте 1891 года и ранее мы видим форму территории кладбища квадрат или прямоугольник с длиной стороны примерно 350 метров а начиная с 1908 года видим западной стороны кладбища расширение территории в виде трапеции причем граница между частями кладбища видна явно а уже на карте 1990 года мы снова видим кладбище в прежних границах так как после 1956 года его сократили до исходной формы построив прямо на могилах пятиэтажные дома но это как говорится информация к размышлению а теперь приступим к осмотру памятников на некоторых надгробиях текст прочитать практически невозможно если на всеследском кладбище я замазывал надписи снегом и это давало возможность прочитать хоть что-то то когда мы поехали на спасское кладбище а это был сентябрь 2018 года снега еще не было пришлось использовать бумагу и карандаш к нашему разочарованию этот способ себя не оправдал вообще контуры букв конечно переводится на бумагу но прочитать так ничего невозможно ни под каким углом самая ранняя дата захоронения обнаружены на этом кладбище 1802 год но подлинность этой даты вызывает сильные сомнения так как надгробие очень хорошо сохранилась практически как новая надпись корявая как будто процарапана гвоздем по качеству сильно отличается от орнамента четко видны строчки расчерченные для надписи то есть можно сделать однозначный вывод само надгробие и надпись на нем выполнялись в разное время сейчас просто запомним этот первый факт в конце фильма мы к нему обязательно вернемся друзья а это языческий крест который называют мальтийским тут хочу подчеркнуть что это не типичная христианская символика христианские кресты выглядят так католический слева православный справа согласитесь этот крест не похож ни на один из них строго говоря мальтийский крест это дальнейшее развитие лилейного креста языческого до христианского символа который присвоило христианство удревнив таким образом свою историю на две тысячи лет при всем при этом памятник прудникову как будто выставлен специально на показ повсюду на территории кладбища валяются надгробия с розочками причем это не просто цветок это открытый цветок языческий символ солнца тут хочу заметить что на этих валяющихся повсюду надгробиях есть только солярные символы по бокам но креста сверху нет запомним этот второй момент также в конце фильма я объясню с чем это связано в некоторых надгробиях имеются отверстия залитые металлом причем видно что было вставлено что-то железное а залито чем-то наподобие свинца на сколах некоторых надгробий видна арматура причем вне зависимости от типа камня также у некоторых имеются ножки металлические либо каменные на их ногах а этот на стальных и снова нам попадается мальтийский крест причем это уже был вертикально стоящий обелиск этой частью втыкался просто землю а вот и корона на памятнике если я не ошибаюсь то использовать символику короны могли только члены императорской семьи но кто-то погребен сказать трудно поиск по архивам тоже ясности не дал друзья если кто сможет прочитать эти инициалы или имеет дополнительную информацию пишите пожалуйста в комментариях огромные гранитные блоки идеальной формы чем их пилили и главное как привезли сюда как разгружали здесь на кладбище кругом могилы техника сюда просто не сможет подъехать четко видно что это механическая обработка не ручная как сделали такую кромку а это вообще треугольное отверстие насквозь в гранитном блоке как и чем его сверлили вот на другом отгробии квадратное отверстие с правильно выбранными внутренними углами друзья кто-то еще верит в то что наши предки ничего не умели я знаю как подобное отверстие можно сделать сейчас используя мощный электроинструмент и различные хитрые приспособления но я понятия не имею как это могли сделать в девятнадцатом веке причем так точно и красиво или вот кромка на гранитном памятнике и не просто ровная она гладкая и отполированная друзья скажите пожалуйста как можно молотком и зубилом выдолбить такое идеально круглое углубление я знаю только один способ сверление алмазной коронкой друзья обратите внимание на церкви лилейный крест причем этот крест прилепили совсем недавно вместе с козыряком здесь его даже не стали видоизменять до мальтийского а правда зачем достаточно было объявить что крест любой формы это символ христианства и можно не заморачиваться все равно спрашивать никто не будет а это участок купца зябрево по периметру обложены могильными камнями использование более древних надгробий в качестве строительного материала мы уже видели в лужецком монастыре значит в конце 19 века это уже были бесхозные надгробия либо эти памятники это не состоявшиеся надгробия которыми они так никогда и не стали этот третий момент я объясню в конце фильма а если кто-то уже понял то напишите пожалуйста в комментариях видим очень много черных вертикальных памятников имеющих датировку вторая треть конец 19 века это все отливка качественная красивая но отливка это четко понятно по сколам на углу масса камня на всю глубину однородной и без видимых слоев и примесей ориентацию могил по сторонам света проверяли компасом некоторые лежат правильно из ножьям на восток некоторые оголовьем на восток но направление выдержано правильно здесь я делаю отсылку на фильм который в данный момент готовится про свято-дмитриевское кладбище что в городе советске там расположение могил из ножьям на северо-восток не пропустите будет много интересного на некоторых памятниках имеются встроенные таблички что говорит о возможном повторном использовании теперь друзья объясню те три момента про которые я говорил ранее мы уже привыкли что согласно официальной истории надгробие наподобие саркофага считается тесаным камнем якобы это искусная резьба по камню очень умелого мастера однако это отливки из материала напоминающего бетон чаще всего на основе известковой песчаной смеси о том кто это отливка можно понять по арматуре которая находится внутри надгробия а также по однородной структуре камня на сколах а еще именно метод отливки позволяет наладить массовый выпуск одинаковых могильных надгробий как самой тули так и в селах ближних и не очень причем даже там где нет выхода на поверхность природного камня и везде эти надгробия имеют одинаковые размеры и рисунки существует несколько так называемых типоразмеров этих надгробий и все эти надгробные камни где бы они не находились хоть московской области хоть в тульской хоть в калужской все они вписываются в эти типоразмеры с точностью до миллиметра таким образом методом отливки массово изготавливались заготовки надгробий так сказать заранее впоследствии на них просто выцарапывались любые надписи использование известковой песчаной смеси для отливки надгробий позволяло сделать этот процесс дешевым быстрым и массовым именно поэтому даже на сельских кладбищах в глуши мы видим такие же надгробия как в туле конкретно здесь на спасском кладбище тулы мы видим эти заготовки не имеющие никаких надписей сложенные штабелями именно из таких памятников так никогда и не лежавших на могиле и сложен периметр участка купца зябрева который мы видели ранее тут хочу заметить что изначально на таких заготовках не было крестов кресты на верхней части саркофага так сказать на крышке стали появляться позже для этого не пришлось даже переделывать всю отливочную форму именно поэтому на некоторых надгробиях по бокам имеются символы солнца а сверху крест а на других только солнце по бокам без креста сверху примерно с середины 19 века происходит постепенный переход от использования горизонтальных надгробий типа саркофаг к вертикальным типа обелиск и окончательным вытеснением солярной символики и остается только крест обелиски также отливали из известковой песчаной смеси с арматурой внутри те кто был побогаче заказывали отливку из более дорогих материалов или даже обработку гранита как вывод в целом удручающее зрелище надгробные камни перевернуты и валяются прямо на могилах или рядом с ними многие просто повалены на бок другие расколоты или едва торчат из земли большое количество надгробий просто сложены друг на друга или ими даже обложен периметр более позднего захоронения впечатление после посещения кладбища такое что наша история никому не нужна возможно из-за чего-то пресловутого невежества а возможно из-за чего-то злого умысла наше прошлое сложено штабелями и ждет очередной реставрации самое старое захоронение из тех что удалось обнаружить и прочитать даты это младенец 1802 года затем прудников 1822 года и лялин 1831 года первые два выглядят уж красиво и находятся у главного входа в церковь как говорится всем на обозрение вполне возможно что это или новодел или подделка специально чтобы показать древность этих захоронений и что в начале 19 века ничего катастрофического не происходило и якобы все шло своим чередом друзья кто захочет подробнее рассмотреть фотографии то ссылочка на альбом с фотографиями высокого разрешения будет в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история а я с вами на этом не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за участие в исследованиях и за ваше внимание всего вам доброго до скорой встречи прям застелено все лежат вот такие памятники надгробные взросли травой их не видно и 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